Как развиться школьников инженерное мышление? Какие проекты, реализуемые студентами, могут заинтересовать предприятия? Эту тему обсуждали на педагогическом форуме. Он прошел в Доме научной коллаборации ЧИГУ. Подробности у Дмитрия Ковалева. Робот-квантик-промоутер найдет ответы на многие вопросы. Робот, что такое кванториум? Кванториум – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий. Его разработчики – ученики научбоксарского кванториума. Научный проект ребят уже заинтересовал бизнесменов. И пускай не пугает внешний вид робота. Первая модель была произведена и для обучения студентов-биологов. Она дает возможность изучить, как работают минические мышцы, изучить, что такое вообще череп, строение черепа. Мы делаем разные версии роботов, для того, чтобы они могли быть направлены как на образование, так и на реальный сектор экономики. В случае, если это бизнес, это промоутеры. У нас уже есть определенные заказы для поставок на ресепшены, на торговые точки. Интерес к робототехнике в республике растет. Но важно создавать и образовательную базу. В рамках федерального проекта школьников обучают навыкам программирования. С инновационной разработкой на форум приехали студенты Канажского IT-куба. А это что за робот? Чем он отличается? Дело в том, что вот если... Это последняя модель. А чем он уникален? А вот тем и уникален, что он сам ходит. Мы ничего не делаем. Подумал и он заработал. А это плоды еще одного федерального проекта. Кадры для цифровой экономики. На полученные гранты в 38-й школе Чебоксар создали 3D-лабораторию. Программное обеспечение настраиваем, собираем сами детали и принтер уже готов к работе. Как используете? Вы же в жизни используете, чтобы зарабатывать какие-то деньги? 3D-принтер активно используется в машиностроении для создания корпусов. Название форума «От пера до софта» раскрывает суть проводимой в Республике молодежной политики. Ставка на инновационные подходы в образовании. Проекты, реализуемые студентами и школьниками, должны применяться в реальном секторе экономики, отметил Олег Николаев. Конкуренция и степень самой конкуренции растет с каждым днем. И здесь, конечно же, молодежь, которая владеет современными технологиями, которая с этими технологиями на «ты», и самое главное, может это делать эффективно. Это, конечно же, наше будущее, наши возможности. Объемы господдержки отрасли образования продолжат увеличиваться. Фундамент будущего закладывают педагоги. Ключевая задача на ближайшие годы – подготовка квалифицированных кадров. Запреданность науке и достижения в педагогике. Воспитателям, учителям и профессорам вузов, временно исполняющие обязанности главы региона, вручил госнаграды. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.